Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы в наших передачах, как вы знаете, те, кто постоянно нас смотрит, стараемся говорить не только об антуражности религии, о ее атрибутах, символах, знаках. В первую очередь мы пытаемся напомнить о том, что так же, как и наука, религия в первую очередь отвечает на вопрос и преследует цель познания себя самого. Человек переступает границу храма с вопросами о себе и о своей жизни. Человек — такое существо уникальное, что в первую очередь, наверное, мы с вами задумываемся о том времени, которое мы же проживаем здесь на земле. И мы уже неоднократно эту тему поднимали, и, в частности, относительно недавно читали книгу «Экклезиаста», которая в третьей главе пишет блестящий гимн времени. Время рождаться, время умирать, время вырывать, время насаждать. И вот эта вот интересная категория времени, в которой мы помещены. Время — это то, с чем мы боремся? Это некий внешний натиск на нас? Или это мы — время, которое заковано в телесную оболочку? Мы поговорим о философии возраста. Начинаем цикл интереснейших бесед, передач, посвященных этой теме. А говорить мы будем с доктором философии Сергеем Александровичем Лишаевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергей. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну вот в некоторой такой преамбуле своей я упомянул «Экклезиаста». Удивительный действительно синхрон заключается в том, что мы сейчас в нашем храме, в клубе Татьянинца, читаем книгу «Экклезиаста». Мы в этой студии буквально, может быть, месяца полтора-два назад говорили о книге «Экклезиаста». И эта книга удивительно подчеркивает тему временности человеческого существования. И сам автор в первых главах он говорит о том, что время циклично, что он, как наблюдатель Земли, видит, что Солнце вращается вокруг Земли, Солнце всходит, Солнце заходит. Люди рождаются, люди умирают. Потом в какой-то момент он приходит к идее того, что время линейно, и все движется от рождения к смерти. И вот действительно, мне кажется, очень важно поразмышлять, именно поэтому мы с вами собрались, о возрасте как неком синониме, что ли, времени. То есть наш возраст, наше проживание этой жизни, это проживание некоторого времени. И множество кризисов, множество как внутриличностных, так и общественных кризисов зачастую, они как бы являются следствием вот этого столкновения собственной временностью, собственной конечностью и так далее. Мы сегодня с вами начинаем цикл встреч. Начнем, конечно, с некоторых общих вопросов. И первый мой общий вопрос, вот в вашей книге «Эстетика другого», подчеркивается идея того, что время есть условное, есть безусловное. И вот начать, конечно, хочется именно с условного. Давайте определим, в каком контексте мы вообще время будем рассматривать. Потому что человек, ведь он, с одной стороны, он проживает цикл, с другой стороны, он линейно проживает это собственное время. Мы видим смену времен года, и этот цикл, да, как у вас, опять же, это подчеркнуто, весна, лето, осень, зима. А Ким Кедук, известный корейский режиссер, сказал бы, и снова весна, и многоточие. И вот так все время. С другой стороны, мы понимаем, что наше движение — это движение такого геометрического луча. Есть некая точка начала, но нету, правда, конца для верующих людей, для неверующих есть точка конца. Вот что такое, как мы будем с вами рассматривать время? Как рассматривает Сергей Александрович время для себя? В какой парадигме он рассматривает эту категорию? Да, ну, действительно, тема интереснейшая, мне кажется. Вот для меня она интересная, собственно, почему я какое-то время занимаюсь этой проблематикой. Действительно, возраст — это время в его, может быть, ближайшей данности человеку. Это время непосредственно переживаемое и проживаемое. В некотором смысле человек — это и есть само время. Потому что, ну, если мы вспомним Платона, да, то есть можно говорить об идее человека, о неком совершенном человеке, о человеке вообще. Но особенность идеи человека или человека как идеи совершенного человека в том, что он дан целиком и сразу. И там ничего не происходит, и ничего не меняется. И в этом смысле в нашей жизни есть постоянное некоторое соотнесение, ну, скажем, с тем, что есть человек в его идее, замысле, сущности. Мы можем думать о том, что Бог задумал о человеке, если мы люди верующие, да. Но есть наша земная жизнь, которая временна. И вот в этой временной жизни жизнь устроена таким образом, что то, что есть человек, что я такой, кто я такой, это решается в процессе жизни, как в некоторой длительности, как в некотором процессе, не сразу. И именно потому, что не сразу, есть возможность выбора, да, мы, наша жизнь может развиваться так, а может развиваться иначе. В зависимости от каких-то меняющихся обстоятельств, которые мы погружены, и в зависимости от тех действий, или наоборот, промедлений, отсутствия действий, которые зависят в той или иной степени от нас, да. И мы получаем в итоге огромный разброс реальных человеческих земных жизней. Один проживает жизнь так, другой. Идея человека одна. Эйдос человека один, как и, собственно, Адама и Ема, как бы в единственном числе. Вот так и вообще, может быть, человек один, как родовая сущность. Но людей, которые живут вот в этом земном мире, да, их много, их жизнь, они проживают разные. То есть есть некоторая ограниченность, то, что называется век, не в смысле календарный век, а вот человеческий век, да. Век лошади такой-то, век человека такой-то. И мы знаем свой век. Он нам в некотором смысле отмерен. Ну, плюс-минус, да. Никто не знает ни дня, ни часа, да. То есть, конечно, как говорится, верхняя граница, то есть нижняя граница, насколько рано мы покинем этот мир, никто не знает, естественно. Это создает дополнительное, так сказать, напряжение в нашей жизни. Но все-таки, как бы, мы берем в среднем, что вот, в принципе, ну, там, 60, 70, 80 лет – это предел. Это, в общем-то, небольшой зазор, и примерно мы представляем, что наша жизнь ограничена. И вот она, с одной стороны, протяженно, мы это сознаем, с другой стороны, она ограничена. И интрига, вот, как бы, в человеческой жизни, она, собственно говоря, и связана вот с этой, с этим сознанием смерти. Ну, собственно, мы помним древних греков, которые как отделяли людей от богов? Боги – это бессмертные. Такие люди, другое, как бы синоним. Синоним человеку – смертный. То есть человек – это такое существо или такое сущее, которое знает о том, что оно умрет. А это и есть сознание времени и сознание возраста. Потому что знать возраст – значит знать, что, как бы, все закончится смертью. И это линейное, как раз линейный подход к жизни. То есть поколения сменяются, и здесь есть некоторая цикличность. Вот то, что вы говорили о Голезиасе, действительно, это две фундаментальные модели времени. Одна модель циклическая, собственно говоря, в мире доаврамических религий доминировала, как бы вообще, не просто, а просто было единственным, это циклическое представление о времени. А вот с момента, когда появляются авраамические религии, да, иудаизм, христианство, позже ислам, то мы здесь как раз имеем дело уже в масштабах человечества. С одной стороны, как бы, с, опять же, временем, которое конечна, и это играет, да, эсхатологическая логика вступает в игру, так сказать, да, мир этот когда-то закончится, прекратится. И это не может не отбрасывать свет и на понимание человеческого бытия. Потому что если Платон, хотя, казалось бы, как далеко от Индии, он тоже говорил о чем? О переселении, так сказать, душ, реинкарнации, как ты живешь, вот потом ты можешь переродиться. Здесь возникает совершенно другая, как бы, жизнь одна. Вот эта земная жизнь, она одна, и она конечна, и она очень важна. То есть это, конечно же, придает жизни совершенно другую степень, огромную степень напряжения. То есть здесь связана, как бы, вот эта новая ситуация для человека европейской традиции, христианской традиции. Потому что жизнь единственна, и она в то же время не прекращается вместе со смертью, но в то же время она зависит, жизнь, будущее зависит от того, как это краткое время ты проживешь. Другой жизни не будет. Означает ли это, что мы, в сущности, то, чем мы занимаемся, вот сердцевиной нашей культуры, является способ, формы взаимодействия с временем. Вот меня поразило в Экклезиасте, и мы это очень долго обсуждали, там, скажем, на приходе, вот эта формулировка «время рождаться, время умирать», «время миру», «время войне». И мне, ну, естественный вопрос, а кто определяет это время? То есть, ну, хорошо, с временем рождаться, как бы понятно, там, плод созрел на внутри материнской утробы, и он, условно говоря, понимает, что сейчас время родиться, а вот время умирать. Время насаждать, время вырывать посаженное, ну, понятно, мы видим по зрелости плода, но время любить и время ненавидеть. И как это время определить, что вот сейчас, условно говоря, модель моего поведения, вот сейчас самое время уклоняться от объятий, как там сказано, да, или наоборот… Раскрывать объятия, да. Да, разбрасывать камни, собирать камни. Это вот, ну, такой вот первый мой, может быть, вопрос, и все-таки хотелось бы вернуться тоже к философии возраста, сразу же походя, просто не хочется вас перебивать. Тема вот проживания этих возрастов, и что у каждого, там, своя жизнь, это у человеческого рода, как у вида, множество жизней, но ведь и у каждого человека множество жизней. Да. Мы совершенно разные в юности, в молодости, совершенно другие в зрелости, третьим можем быть в старости. Вот это вот форма проживания, опять же, это форма взаимодействия с временем, как они меняются, то есть какова структура, что ли, возраста? Вот это вот тоже хотелось бы, наверное, с этого каких-то общих вещей начать. Спасибо, да. Мне кажется, это действительно надо какую-то рамку нам задать, чтобы в этой передаче и в следующих уже наши зрители могли от чего-то отталкиваться. Действительно, человеческое, собственно говоря, время – это, ну, скажем, то, что определяет нашу жизнь как длительность, да, то есть вот можно говорить о времени, как о производящей некоторой силе, то есть нечто происходит в свой черед. Хотим мы этого и не хотим. Вот время прошло, и человек, если мы берем биохронопоэзис, например, да... Ох ты, сложное слово для наших телезрителей. Да, если мы берем, так сказать, поэзис означает производство, хронопоэзис – это то, что производится временем. Время идет, и нечто происходит, нечто случается, творится в свой срок. Раньше не получится. И позже не получится. В свой срок. То есть когда что происходит, вот мы говорили, а, как бы век человека отмерен. Ну, в общем, да, какие-то, как говорится, люфт есть, разброс, но, в принципе, дальше, там, 85-90 лет, ну, это единицы абсолютные, да, в принципе, большинство умещается в некоторых промежутках. То есть есть логика, заданная, так сказать, природой, заданной физиологией, заданной, так сказать, вот этим, как бы, ходом времени природного. Есть ход времени, который задан социо-хронопоэзисом, да, то есть есть некоторые ритмы, некоторый темп, который задан обществом, который существует, как природа, у нее есть свои внутренние сроки, как нечто созревает, да, цветет, она растет, созревает, зацветает, созревает, так и в обществе тоже заданы определенные сроки, и общество, в общем, этот ритм задает. И от него не так просто уклониться. От пенсии уклониться не всегда просто, знаете, или наоборот, от того, чтобы в школу пойти, там, не пойти. Общество тебе говорит, вот пришло время, давай. Какому-то обществу, а в каком-то он не нужно в школу идти, там другие какие-то метки есть, да, все это тоже все меняется. Вот, но есть еще время наше внутреннее, назовем его экзистенциального времени, которое определяется в той или иной степени нами. То есть есть время, которое течет природное, время, мы его сознаем, мы с ним соизмеряем себя. Есть время социальное, мы тоже сознаем, когда нужно в одну эпоху жениться нужно в одно время, в другую эпоху в третье, а в третье, говорят, вообще не надо. Вот, то есть мы соизмеряем себя с этим социальным временем. То есть и природное время, и социальное время – это то, с чем мы вынуждены считаться, да, то, что мы не можем отменить. Но есть время, которое задается нами самими, да, такой вот хронопоэзис, автохронопоэзис, да, то есть или персональный хронопоэзис, то есть то время, которое строится нами самими. Потому что человек – это существо, которое овременяет свое существование. Собственно, что значит мы знаем о своей смерти? Что значит мы знаем о своем возрасте, о возрасте или о времени, как бы о временном статусе вещей, которые нас окружают? Это означает, мы как раз способны находить вещи, находить самих себя во времени. Прошлое, настоящее, будущее. Это как бы трехфазное время или трехфазное временение, время на три времени. Три вектора, три направления, три измерения времени. Мы все помещаем вот в эти измерения. И это, собственно говоря, сказать, что человек – это существо, овременяющее свою жизнь, это то же самое, что сказать, что человек – это сознательное существо или обладающее сознанием, или существо, наделенное способностью понимания. Это то же самое, только тот. То есть это вещи, как бы, связанные друг с другом. То есть иметь сознание и заставать себя во времени, сознавать свою смертность – это вещи абсолютно как бы с другим связаны. В этом плане животные, они живут, как если бы они были бессмертны. Мы знаем, что они смертны. Само животное, оно может в момент опасности реагировать соответствующим образом, инстинктивно на опасность, но оно живет, не зная о том, что оно умрет. Это и значит, оно не живет как индивидуальное существо для себя. Оно выполняет некую программу рода, этого вида и рода, их воспроизводства. Человек же, помимо вот этого, этой включенности в эту связь, природную и социальную, у него есть еще вот это индивидуальное сознание, которое как раз, если говорить о линейной, о земной жизни, имеет именно вот эту стреловидную форму, форму линейную. И, собственно говоря, то, как человек проживает свою жизнь, оно как раз и во многом зависит от того, насколько я рефлексирую, рефлексирую происходящее со мной вот в этой перспективе временной, темпоральной, возрастной. В общем-то, чем более человек, чем более разница сознания человека, тем чаще он задумывается о себе, о своем возрасте, а главная особенность, как бы, да, вот этого человека, что он способен именно осмысливать, взрослого человека, он способен осмысливать свою жизнь в целом, то есть, имея в виду ее конечность, имея в виду земную жизнь, ее конечность и смертность. Это как бы очень такой важный момент. То есть чем человек более осознанно стремится прожить свою жизнь, продумать ее, осмыслить ее, наполнить ее каким-то содержанием, тем, естественно, чаще он забегает, так сказать, в конец, в это самое будущее. То есть как бы сознание в этом смысле, человеческое, индивидуальное, оно эсхатологично. Вот мы говорим, что христианское сознание эсхатологично в широком смысле, имеется в виду, что мир этот, к сожалению, не движется в гору. Не движется вверх, да, вот, увы. Это так, да. Но это представление, но и жизнь человеческая, она тоже определяется, поскольку это сознание индивидуальное, тем более, поскольку мы живем в европейской традиции, христианской основе, в своем фундаменте, то оно тоже живет этой мыслью об эсхатологичности его персонального бытия. Это очень важная вещь. Собственно говоря, чем отличается детство, если мы говорим о структуре возрастной, о структуре времени возрастного, то вот здесь для меня принципиально важно различие между детством и взрослостью. Мы знаем, что у разных народов, в разных культурах есть очень разные способы членения биографического времени или времени существования отдельного индивидуума, на возраста, где-то там три возраста, пять возрастов, четыре, восемь. В разных культурах очень по-разному. Но минимальное, и мы не знаем ни одной культуры, где это различие бы не делалось, это различие между ребенком и взрослым. Между полноправным членом какого-то племени или рода и еще неполноправным ребенком. В чем это как бы различие? В чем как бы суть этого различия? Оно тоже частейшим образом связано со временем. То есть если мы говорим о ребенке, то вообще говоря, мы понимаем, что ребенок-то, он изначально есть некоторая потенция, возможность быть человеком в полном смысле слова, но изначально он еще даже как бы и не человек. То есть его способ существования, ну, можно определить как бытие при другом, или при другом бытие. То есть и первоначально он вообще полностью зависит от другого, и он не присутствует самостоятельно. Он не сознает себя как себя и не сознает окружающих. Он реагирует на окружающие, но не сознает. До года младенчества это человек, который лишен сознания. Но он присутствует, тем не менее. Почему? Потому что мать к нему относится как к человеку. Она знает, что он через какое-то время начнет говорить, появится осмысленность. Она с ним разговаривает и обращается к нему как к уже тому, кто способен ее понимать. Именно поэтому потом, мы знаем, что страшный случай во время войны, например, Великой Отечественной, когда много было погибших матерей, семьи, и младенца свозили в большие какие-то дома младенца, и нянечки их обихаживали, физически ухаживали, но им не хватало времени поговорить с ними. И вот это отсутствие разговора, обращения к этому младенцу как к тому, кто способен понимать, не позволяло зародиться в нем этой способности сознания, этому свету, вот этому началу, который делает человека человеком, проникнуть в него. И потом уже реабилитировать их оказалось очень сложно. Но мы знаем, что дети маугли, да, то есть какое-то время проходит, вообще это невозможно становится. Человек остается животным, хотя не имеет никаких патологий, там, мозга и так далее. Вот, то есть поначалу ребенок вне времени, потом, условно говоря, период ясельного детства, когда ребенок начинает говорить первые слова, но он еще, так сказать, его я не кристаллизовывает, то есть нет кристаллизованного центра присутствия. Он присутствует, но как бы в некотором поле, или в некотором облаке такое полевое присутствие через других. То есть... Красиво. Да, ребенок говорит, там, знаете, он переносит на себя речь к нему взрослых, там, мы хотим гулять, там, Маша хочет гулять. О себе в третьем лице. О себе в третьем лице. Ребенок просто... А почему так? Вот, кризис трех лет, ребенок говорит о себе я. Происходит некоторый переход от этого неакцентированного сознания, как неинкорпорированного тела. Это тело. А оно как бы рассеянное. Ребенок сознает, но не отделяет себя от происходящего. И поэтому для него и вещи живые, волшебные, они тоже наделены как бы субъектностью. То есть вот это, как бы, некоторое размытое присутствие. Неакцентуировано. Вот. А в период уже, так называемого, игрового, как я его называю, мой такой термин, который... Игровое детство. Мне уже более не нравится. Там, младший дошкольный. Хомолизм. Поздний дошкольный. Вот это вот ужасные эти бюрократизмы. Канцеляризмы. Да. То есть вот гораздо приятнее говорить, например, о игровом детстве. Да. То есть это вот как раз период с трех лет, когда ребенок осознает самого себя, как некоторый центр сознания, центр присутствия. И вот с этого же времени ребенок уже становится восприимчив к понятию времени. Это происходит не сразу, постепенно, но, в общем, примерно к возрасту отрочества, примерно, условно говоря, к семи годам, к тому времени, когда ребенок обычно идет в школу, он начинает уже ориентироваться во времени и даже сам структурирует происходящее, как то, что до, и то, что после. То есть вот, вообще-то говоря, первоначально сознание появляется в этом рассеянном виде, как бы не индивидуализированном. Оно не имеет времени. Этот ясельный ребенок, он еще себя во времени не находит, потому что себя нет. Но как только появляется я, становится возможным, и такая, очень, вообще говоря, сложная вещь, как способность ориентироваться во времени. Ребенок начинает показывать там часы, там в садике, дома, и он постепенно, мало-помало, начинает как-то в ответ. Но это не активное такое обременение своей жизни, а реактивное. То есть ребенок приучается ходить, как говорит, а сейчас утро или вечер? Мы когда пойдем в цирк там? Хорошо, там мама-ребенка там. То есть когда там? Завтра там, да? Или что мы там, где мы были вчера? Да? И вот постепенно-постепенно ребенок в ответ на воздействие этой среды, которая уже овременена старшими, он тоже начинает потихонечку учиться тому, чтобы находить себя во времени. Вот дальше как бы отрочество, это следующий этап вот этого при себя бытия, то есть это игровое детство, кризис трех лет и переход к игровому детству, это как раз переход к бытию, которое из себя бытие, если угодно. То есть оно по-прежнему остается в целом в модусе при других, то есть ребенок зависит от взрослых, он ориентируется на них, но он уже сознает при этом себя как отдельный, хотя и зависимый от другого, но отдельный самостоятельный центр. А вот в отрочестве до подросткового возраста это период, когда ребенок по-прежнему адаптируется, то есть он при других, он делает то, что ему говорят старшие, учителя в школе, родители, да. Но тем не менее здесь возникает уже новая как бы фаза освоения, о временении своего бытия, которая отличается тем, что ребенок овременяет свою жизнь не только в игре. Сначала я это делаю, потом ты. Вот сейчас там ты, допустим, мама, а я там, ты мама, а я дочка. Сначала кашку поешь, потом погулять пойдем. То есть ребенок в этом игровом пространстве структурирует происходящее в некоторую последовательность. Он учится овременять существование. Сценарий получается, это прописанный... Сами эти сценарии, это одновременно некоторый тренинг вот этого как бы из себя бытия. То есть я понимаю, что я играю другого. Я на самом деле Маша, но я играю королеву. Или принцессу, или там врача. На самом деле, то есть я играю с другого, понимая, что я не врач. Я не королева. Понимаете? И при этом идет структурирование времени внутри этой игры. Но вот когда мы говорим уже об отроке, да, или об отрочестве, то здесь ребенок получает некоторые задания. И он вынужден. Вот дали домашнее задание. Родители ушли на работу. Да? Ты дома. Можно поиграть. Можно пойти погулять. В общем, можно заняться какими-то интересными делами. Но ведь придут и спросят родители. А ребенок, как существующий в модусе при других, для него чрезвычайно важна вот эта как бы расположенность других, прежде всего родителей, конечно, но и вообще взрослых, мира к нему. То есть что мир добр, мир о тебе заботится, ты под защитой находишь. Потому что сам ты еще даже физически и социально не можешь вообще существовать. Ты еще не способен. Поэтому принципиально важна эта оценка другого. Поэтому когда другой говорит, хорошо, вот сейчас ты это потом поешь, потом можешь погулять, потом уроки мы вечером посмотрим, как ты сделал русский. И вот он, конечно, забывается. Конечно, о времени помнить не хочется, потому что ребенок пребывает в настоящем, в этом типе. Он еще не во времени, да, но ему приходится. Собственно, главное, чему учит школа, например, это вовсе не предметы, не содержание, хотя это тоже, конечно, все имеет значение и важно. Главное, что в этой, как бы, школьной ситуации ребенок учится, чему, получается, да, овременению самостоятельному, активному овременению, не в ситуации игры, не в условной ситуации, в ситуации действительного спроса, скажем так, когда он сам себя начинает принуждать. То есть именно в это время появляется забота. Забота. Потому что появляется некоторая ответственность. Когда ты, когда на тебя никто не смотрит, за тобой никто не следит, должен как-то сделать сначала одно, а потом интересное отложить и сделать что-то нужное, но неинтересное. Появляется это различие между хочу и надо. Причем это надо становится внутренним. То есть возникает зазор, дистанция между, если у маленького ребенка в каждом из нас есть некое другое. Или назовем это кантыскими словами ноуминальное я или я с большой буквы. А есть мы, как некоторое тело, как сома, как эмпирическое я. То, что можно ощутить, почувствовать и так далее. У ребенка есть и то, и другое, но они не отделены друг от друга. Но вот когда появляется я хочу этого, эмпирическое я, но я знаю, помню о том, во мне есть кто-то, кто знает, что надо сделать вот это, потому что то-то и то-то. И начинаются некоторые, да, усложнения, внутренние сложности, и появляется забота. Одно я принуждает другое. Говорит, ты должен. Я не хочу. Нет, сделай. Это, как бы, происходит некое усложнение жизни вот в этот период. Ну и, собственно говоря, как бы этот тренинг о временении происходит, а дальше происходит переход к взрослости. Что такое взрослость? Взрослость — это при себе бытие. Это когда человек берет, собственно говоря, ответственность за свою жизнь, на себя, и это связано с переходом от ситуативного временения. То есть ребенок делает что-то внутри некоторой ситуации. Ситуация задается не им самим, а со стороны взрослыми, учителями. А я уже как бы вынужден как-то распределять время, прошлое, настоящее, будущее, встраиваясь вот в эту рамку, которую заодно из дней. Но сам я как бы ситуацию не создаю, потому что у меня нет большого времени. И вот, собственно, что такое взрослость? С этого мы начали в последней части. Сергей Александрович, я прошу прощения, не хотелось вас перебивать, но время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Давайте здесь поставим многоточие и в следующий раз именно с этого и начнем при нашем разговоре о юности, молодости и зрелости. О зрелости, да. Спасибо большое. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь к нам, продолжим этот интересный разговор. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова